Система космос объединяет первично, как я сказал, с позиции психологии, это понятие микрокосмос и макрокосмос, и это с позиции энергии, все мы пронизаны этой космической энергией, как сознательная и как бессознательная. То есть есть внешний мир, есть внутренний мир. Теперь, как человек взаимодействует? У человека есть внешние системы, есть внутренние системы. Так вот, есть такое понятие, как сознание, есть такое понятие, как подсознание. Сознание и подсознание, так называемый как бы макро, микромир, объективный, субъективный, внешнее, внутреннее. Так вот, человек с помощью своего разума, а основным органом разума является мозг, получает информацию, цереброспинальную нервную систему по пяти органам и чувствам, или же каналам раздражителей. Они могут быть или чувствами, или раздражителями. Ну, начнем по порядку. Глаза. Визуальные. То есть это свет. Которые входят, опять же, в дальнейшем, на самом деле, все будет сводиться к тому, чтобы научиться или же контролировать свои чувства и эмоции. А что происходит? У человека появляется в голове мысль, мысль порождает эмоцию. Эмоция погружает в события прошлого, или же будущего, но, как правило, отрицательного. И в этот момент, скажем так, человек заново переживает. И он постоянно, вот его вторая сигнальная система не совершит, и вот он постоянно, там вот он ночью засыпает, и вот он решает космические задачи. Утром просыпается, и думает, стоило всю ночь не спать, и решение пришло под утро интуитивным уровнем. Так вот, мозг – это главный орган разума, который осуществляет взаимодействие человека с субъективным миром через пять органов чувств, каналов восприятия информации. Глаза – это свет, визуальный ряд, аудиальный ряд, уши – это звук, затем нос – это запахи, затем вкусовые рецепторы, тактильное восприятие тепла и холода. И вот на первых этапах задача человека – научиться управлять своими внутренними физиологическими системами. Биоэнергетика – вот это как бы первый начальный уровень. Этот уровень биоэнергетики, он имеет определенные научные основы еще, да? То есть, сюда входит биомеханика, физиология и кинезиология. Все понимают, что такое биомеханика. Ну, первично начнем тогда так, ну, допустим, с вас. Вот механика. Что такое механика? Можете сказать? Я бы сказал, что нет, я не понимаю. Хорошо, давайте так. Механика – это наука о движении. Но в данном случае это механическое движение. Но человек – это не просто машина какая-то. Это сложная на первых этапах биомеханическая система, физиологическая, психологическая, нейрофизиологическая, энергетическая, информационная, духовная. И очень часто бывает так, что наверняка вы можете для себя вспомнить и представить, еще перед тем, как зазвонил телефон, вы о ком-то подумали, да? И вдруг раздался, так вот, на самом деле, есть рациональное, есть иррациональное. Что первично – сознание или материя? На самом деле, сейчас приходит к тому, что мысль первична. Я в свое время проводил, ну, небольшое индивидуальное занятие, там, мужчина в возрасте, пожилой, лет 70, физик-ядерщик, в свое время был генерал-майор КГБ, да, в закрытом исследовательном институте. Ну, мы с ним хорошо общались на разные темы, там, определенные, ну, как бы, отбирательные практики делал. Он мне сказал, я лет 10-15 назад с тобой разговаривать не стал. Ну, сейчас я совсем полностью согласен. Так вот, с помощью своего разума, орган основной разума – это мозг, и через центральную нервную систему получаем каналы информации, так называемого, как бы, с макро-мира, с внешнего мира. С позиции рефлексотерапии, если мы нажмем на определенный участок нашего тела, что происходит? Сигнал поступает в наш мозг. То есть, ну, с этим мы согласны. Каждый, когда-нибудь, может себе там, молоком по пальцу стукнуть, он дает. То есть, так вот, сигнал идет 0-3-0-4 секунды, он очень быстро практикует. И теперь дальше этот сигнал направляется на внутренний орган. И вот, исходя из этого, мы с вами сейчас попробуем. Ну, давайте, первично, это с комплексом активизации, для того, чтобы быстро входить в активизирующий режим. То есть, у тебя есть, может быть, всего несколько минут. То есть, тебе нужно быстро активизироваться. Перед тем, как идти на работу, да, и, может быть, в процессе какого-то трудового или тяжелого дня. А второй момент, тебе нужно быстро войти в определенное состояние релаксации, как Штирлиц, там, на 5-10 минут отключиться и самоостановиться. Человек устоит не от физической нагрузки. Мышление концентрированное и хаотическое мышление. А между ними существует так называемое, скажем так, нулевое состояние. Или же, ну вот, есть просто определенные фазы. Я сейчас не буду перегружать там, да, как бы. То есть, ну, скажем так, есть вот рабочее состояние, да. То есть, есть альфа, тета, ритма волны. Ну, чтобы понимать, что такое, то есть волны, да, вот, допустим, альфа волны, это так называемое состояние воодушевления и хорошей активной, как бы, творческой, ну, скажем так, концентрации. Когда человек в чем-то сконцентрирован, и он делает, у него просто душа радуется. В этот момент период волны составляет 7-8 герц. Что такое 7-8 герц? То есть, ну, я сейчас не буду здесь рисовать, да, да. Просто представьте, 7-8 волн. И вот эти 7-8 волн, они проходят за определенный период. Есть так называемое тета-состояние сознания. То есть, тета-состояние сознания, это состояние сознания, близкое к медитации. Когда тело спит, а мозг отдыхает. А мозг, он устроен так, он автомат. Вот каждый, допустим, ребенок там в школе ему говорит, учитель, да, ты что ворон считаешь? На самом деле мозг, чтобы не перегрузиться, включился автомат. И что происходит? В этот момент, а мозг потребляет очень много энергии. И в этот момент, пока человек находится в этом состоянии, учеными подсчитано, что 5-8 минут нахождения в этом состоянии, это относительно практически 4-часовому сну, да. То есть, в этот момент энергия, которую мозг потреблял, она начинает равномерно распределяться по телу. И что происходит? Вот когда мы вечером с вами ложимся спать, то ли мы после хорошей физической нагрузки, да, или мы погуляли, или еще что-то, ну, мы как провалились, легли, и утром проснулись, восстановились. Наш мозг был, так называемым, неком, кора возбуждения, то есть, он меньше тратил силы энергии. И если же перед этим мы решали какие-то космические задачи будущего, или же погружались в проблему прошлого, мы потребляли очень много энергии, а на самом деле, возможно, у нас образовался некий канал, то, что происходит в голове мысль, мысль породила эмоцию. И вот теперь мы переходим к первому, что должны запомнить. То есть, взаимодействие человека со внешним миром, субъективным миром, осуществляется через его мозг. Разум руководит, является, так вот, а мозг это главный орган разума, который в дальнейшем руководит центральной церебро-спинальной нервной системой, и через пять органов чувств собирает информацию с внешнего мира. Но теперь существует внутренний мир, так называемый, как бы, микрокосмос, да, человек. И он находится, именно это уже симпатическая система, это сердечный центр. В голове появилась мысль, и мысль сразу же породила эмоцию, кратическому тренингу. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова